Охота на браконьеров. Наш корреспондент принял участие в спецоперации по задержанию рыбаков-нелегалов. Нарушители, которые установили сети, не подозревали, что сами на крючке. Нередко во время таких рейдов браконьеры не готовы сдаваться и оказывают вооруженное сопротивление. Как все прошло на этот раз? Смотрите репортаж Дмитрия Черноусова. Как только солнце заходит за горизонт, на речную гладь спускаются защитники водных биологических ресурсов. Сотрудники Росрыболовства. На служебном катере вместе с инспекторами рыбоохраны мы отправились в ночной дозор Пакия. В нее впадает Москва-река. Река-ка славится своими рыбными запасами. Чаще всего, по словам заядлых удачливых рыбаков, на крючок здесь попадаются лещ, окунь или щука. Однако те, кого удача обходит стороной и кому не терпится поймать ее за хвост, зачастую отбрасывают уточки и берутся вот за такие незаконные орудия лова. Виктор Никитин, старший инспектор с 35-летним стажем, знает все уловки и приемы рыбаков-нарушителей. Патрулируя водную гладь, в тепловизор мы заметили компанию, которая с лодки умело расставляла сети. Вот та самая рыболовная сеть, которую несколько часов назад устанавливали неизвестные. Это запрещенные орудия лова. Но зачастую именно таким орудием и пользуются браконьеры. Сейчас самое главное их не спугнуть. Поэтому вместе с сотрудниками Росрыболовства мы отойдем в укромное место и дождемся, когда нелегалы придут за своей добычей. Мало того, что добытчики вылавливали рыбу незаконными орудиями лова, так еще и в запрещенном месте, в зимовальной яме. Здесь запрещено пользоваться даже удочкой. С 1 октября по 31 апреля лов рыбы в данных местах запрещено. Ну и естественно, браконьеры знают, где рыба скапливается, ну и стараются нас обмануть, ловить лови, а мы стараемся и в свою очередь их обмануть. Пока в запасе было несколько часов, Виктор Николаевич показал нам коллекцию, изъятую у незаконных добычников только за день. Полкилометра рыболовных сетей, лодки и различные инструменты лова. В поздней осенью, когда вода прозрачная, используя большой прожектор, рыба стоит у берега. Они слепят и бьют вот таким вот добычным ловом. Чтобы вычислили браконьеров, у нас конспирация по полной. Залужили мотор, выключили свет. И вот практически на рассвете вероятные браконьеры вышли на лодках за своей добычей. Аккуратно скрутили сети, собрали рыбу, а после с незаконным уловом вернулись на берег к своим сообщникам. Рыбаки и не подозревали, что сами находились буквально на крючке. Браконьеры попались с поличным. Лечо втаспить? Только лодку, сети и рыбу. Все. Полицейские и сотрудники Росрыболовства внимательно изучили добычу. Лечо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. А еще жерех, линь, плотва, карась и рак. Надо хоть попробовать. Приятели не стали отпираться и признали, что нанесли серьезный ущерб природе. Черт попутал. Простите. Эти браконьеры на удивление оказались мирными. Чаще расхитители природных богатств ведут себя по-другому. Бросаются на инспекторов с ножами, спускают собак. Стойте на месте. Виктор Никитин уже не раз рисковал жизнью во время задержаний. Современный браконьер это не как раньше дедушка, скажем, на старой казанке с веслами. Сейчас они все грамотные, все вооружены разной техникой. Эти рыбаки вернулись домой с пустыми ведрами и без орудий лова. После приведения экспертизы и подсчета ущерба будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. За незаконную рыбалку сообщникам грозит до пяти лет колонии. Дмитрий Черноусов, Виталий Мелков, Данил Корсаков. Москва, 24.